то есть напоминаем что сишка это хвост огромной собаки собака это ездит он ну ездит от то есть нужно всегда ориентироваться стараться по уровням именно тома потому что как хвост автобуса по собаки на разворотах хвост может оставать может вперед залетать но зависимости от тупизны собаки поэтому ездит он конечно не является ключевым что мы допустим ориентируемся именно на срыв стоп-лоссов то там как бы он часто ну допустим сишка может уровень заколоть как вот сейчас на юзи том еще его не сделать и вот пока юзи том что уровень не сорвет мы и не пойдем никуда многие сделки многие алгоритмы запускаются на переходе часа переходе первой пятиминутки потому что их так научили второй фактор любые новостные вещи они выходят час полчаса 15 минут то есть тоже совпадает вот давайте сейчас на такой момент очень интересный вопрос сопровождение сделки отображением кластерного анализа то есть вы видите свежу спрайт вот максимально объем под нами и вот под нами то есть пока что если брать инструмент юзи тот опять же вы видели график юзи тома сейчас двигающий объем на тоде почему-то очень важно смотреть два инструмента но смотрите какая у меня мысль по текущему движению ну вот конечно уровень который все ждут на на первое какое-то маленькое сопротивление будет вот здесь вот вообще-то паттерна называется у меня такой паттерн улыбка вот это вот такое загругление она напоминает улыбку первое обновление уровня было здесь часто место будет но условно волон уровнем ретеста блог многие будут заходить именно вот чуть-чуть точке более такой правильный как не считает потому что именно этот сам проторговка вот она была вот здесь выход будет отсюда вот верхняя сделка была очень здесь шикарная которую я не успел зайти к сожалению тут у нас нарисовался вообразный уровень помните вчера рисовал вот это первое место и глубокий откат на этом самое важное что сегодня было вчера я объяснял что вот именно в этом месте вот здесь будет самый большой интерес ну и самая идеальная ситуация для всех трейдеров и вот этот момент произошел которым есть и закрытие профитов и закрытие позиции в ноль кто стоял в шорт с первого закола и ход от уровня в отскок и вот это вот касание второе с небольшим перехаем с явно мощной продажей то что нас развернуло это вот этот объем а вот здесь вот объема не должно быть нас бывает крайне редко потому что это уже такое место психологическое но напомню что этот уровень это ретест другого уровня прошлого какого-то минимума посмотрите на графе вы увидите то есть вот этот объем еще раз всегда объем находится пачкой на первом касании а второе касание она бывает либо в объем либо она может быть чуть выше но без объема то есть вот здесь вот еще раз внимание не должно быть точно такого же объема он там есть не всегда вот такая тоже специфика инструмента есть такое правило чем страшнее сделать тем больше профит на пронесет про обратную сторону лучше не знать про возможный убыток это тоже интересное напоминание себе вам тоже все любят трендовое движение хороший откат проторговку задерк и вход в трендовое движение наша . номер два по тренду тренд my friend но по статистике у всех трейдеров но и вообще самые лютые убытки происходят именно в эти точки потому что когда по каким-то причинам ну прикиньте вся толпа которая вот повально в эту точку верит сюда загружается и они ставят свои стоп-лоссы здесь когда цена решает пойти против толпы эти вот выносы наверх они настолько эпично и самое интересное что люди настолько в точку верят что мало кто стопится почитают найти скажем место с дисконтом лучшую цену это не усреднение не говорит это дисконт лучшая цена возможность долиться и когда на пределе они идут еще случается ускорение другую сторону далее пример работы с хеджем момент хорошо пытаюсь вам объяснить но условно я стою отсюда вот снизу в лонг вот в этом месте я хочу привернуться на только чтобы цена сюда дошла и пошла вниз то есть такая моя мысль понятно что то в этом месте я должен просчитать событие против себя в какой момент я приму прямой убыток то есть выход из хеджем ничем не отличается от обычной торговли абсолютно то есть примитивно это выход по стоп-лоссу но если я скажем исповедую торговлю частями я заранее знаю что я могу ставить не стоп-лосс а могу прочитать некий сценарий там стандартных своих значений при желании где я смогу добавиться в позицию примитивно усредниться то есть по сути мой хэдж это такой сложный алгоритм я с одной стороны работаю хэдж как только я хэдж открыл если ситуация пошла против меня я уже работаю частями с целью просто минимизировать убыток или выиграть его в плюс то есть такой как расширенный алгоритм цена против меня идет импульс есть какая-то зона входа первая зона ты будет . в лоб который опасно условно мы не торгуем мы знаем что будет второе касание мы в нем тоже там ну там добавляемся знаем что будет обратное движение цена если вниз не пошла как нам нужно мы не паримся мы ждем нового обновления нового уровня и ту же самую ситуацию условно опять не повезло что мы делаем делаем тоже самое то есть вот это все просто работа с числами ну и ваш опыт потому что вот этих обратных движений этого импульса вот этого импульса там этого импульса этого импульса этого импульса этого импульса этого импульса вам хватит для того чтобы не то что там не вырженуться, не похоронить свой счет. Но тут главное понимать, что вы должны делать. Потому что главная проблема всех трейдеров, которые начинают работать частями, это они забывают, что нужно закрывать прибыльную позицию в любом случае. И что главное правило трейдера, который работает через усилинение, это нельзя получать убыток на добавленную часть. Звучит сложно очень. Ну вот давайте, скажем так, условно я вот здесь зашел в лонг на бай. Я не буду закрывать хедж, пока я не увижу движение, которое будет не менее чем 300 пунктов. И не увижу V-образный уровень. И я буду закрывать какую-то часть, либо в точке по тренду номер 2, либо в точке номер 3 на обновление уровня. То есть еще раз, пока я не увижу отсюда импульса, равного моему среднему значению движения 300 пунктов, я ничего делать вообще не буду. Я буду стоять и ждать. Как только я увидел откат, вот я начинаю работать словно в точке номер 2. Если я принимаю решение выходить в сторону тренда в точке номер 2, то в этом месте я закрою убыточную позицию. То есть та позиция, которая у меня находится в убытке, я ее ликвидирую здесь. Ну потому что у нас движение лонговое бай. Я закрываю убыточную позицию, а позиция, которая находится в нужном направлении, у нее цель движения будет касание, ну или перехай этого максимума. То есть еще раз, мы здесь зашли. Бай, сел. Не знаю, куда пойдет. В этом месте мы закрываем сделку, которая была на продажу. Сделка, которая на покупку, она остается бай. Какие мои действия дальше? Если вдруг цена пошла по какой-то причине все равно вниз, то я что делаю? Я просто еще раз захожу на тот же объем в продажу. Ну то есть вход в позицию, это является как бы закрытием хеджа. То есть он опять безубыточный. В этом месте наверху я буду закрывать профитную сделку бай, а сделку сел. Я в нее поставлю условно стоп-лосс 30 пунктов. И дальше буду молиться, чтобы она под своим весом ушла на какое-то расстояние от моего закрытия. Уменьшение убытка здесь является моя прибыль. То есть в третьей точке я буду закрывать положительную сделку, а убыточную сделку дам ей возможность под своим весом упасть вниз. Она обычно корректируется. Если цена каким-то образом вдруг я увижу, что она пришла пойти наверх, ну не важно, вот здесь она пойдет наверх, или вот здесь пойдет наверх, или даже вот здесь пойдет наверх. Я как бы посчитаю, что у меня профита еще мало. Я просто еще раз зайду на покупку, то есть я опять открою закрытую позицию, тем самым зафиксирую результат. Только в этом месте он уже будет положительным в мою сторону, потому что мы уменьшили убыточную ногу. То есть теперь еще раз, у вас может быть стоп-лосс, как физический, но это просто закрытие хеджа, принятие убытка, так может быть стоп-лосс просто путем опять открытия противоположной ноги сделки. Вот в этом месте, вот в этом месте наша цена обычно пилит и тут пилит. Вот в этом месте можно уже насобирать профита и закрыться даже здесь. Ну, если вы как бы умеете скальпировать внутри, там, про торговки. Тут еще, говорю, чтобы это дело как бы понять, нужно просто подкрываться по одному контракту на СИЖ и просто поэкспериментировать, помоделировать, что вы видите в рынке. И все вот эти ответы на вопросы, они к вам придут в процессе торговли. Это упражнение я давал для учеников. Это методика, метод научиться вытягивать длинные позиции. Потому что, когда стоишь в одну сторону, ну, ты видишь либо большой профит, либо большой убыток, и ты не можешь ее выдерживать. Как раз, когда я даю им возможность зайти в разные стороны, и куда бы цена ни пошла, они все равно видят условно ноль. Ноль здесь и ноль здесь, потому что у них по одному счету минус, по-другому плюс. Это дает ученикам понимание времени в рынке, и что не так сложно вытягивать 300, 400, 500, 1000 пунктов. Просто нужно в этом пожить. То есть, для начала это просто была не цель зарабатывать деньги в этой штуке, а была цель, чтобы они просто сели за руль автомобиля и попытались проехать далеко. То есть, эта методика была для выработки навыка длинных сделок. Обычно открытие дня – это где-то центр дня. То есть, 500 в одну, 500 в другую сторону. То есть, вопрос, докуда сидеть? Половинка АТР. Либо, ну, упрощаем, 300 пунктов. Теперь, ребята, почему 300 пунктов? Ну, потому что 300 пунктов – это хорошая механика рынка, а в случае, если пойдет цена дальше, то через 200 пунктов кончится АТР. Но для доливки усреднения. Если вы заходите в хедж на пробоя уровня максимума дня, то ясно, что высиживать стоит ровно величину пробоя, условно 200 пунктов. Если вы заходите в центре рынка, и цена подходит к максимуму прошлоторговой сессии, то вам нужно высиживать расстояние до уровня и плюс 200 пунктов стандартного пробоя. Здесь нужно всегда понимать, где ты зашел и какие у тебя цели. Но упрощенно 300 пунктов или половинка АТР, или какой-то сильный уровень. Конечно, мы подбираем тот размер торгового диапазона. Теперь немного информации о том, как можно торговать уровни. Лимитка на уровне, но перед уровнем лучше. Лимитка на уровне и лимитка за уровнем, потому что манипуляция 50 пунктов. Это просто либо тебя здесь возьмут, либо здесь, либо здесь. Конечно, самые большие профиты, когда тебя берут полный объем, но они и самые страшные. У вас есть рабочий объем, торгуешь на три контракта, хочешь попробовать? Ну, торгуй 1-1-1. Не нужно ставить 3-3-3. Вы можете ставить 3-3-3, когда вы уже получили статистику по этой точке, хотя бы за 5 торговых дней, когда вы в ней получили уверенность. Вот это как раз уже такое заблуждение, что трейдеры, которые торгуют частями, они тут же маржатся. Да они просто меньше вас зарабатывают, потому что свои риски растягивают. Растягивание рисков условно, чем больше депозит и чем меньше начальный рабочий объем, тем более выживаемые вы в рынке. Если у вас там, не знаю, 20 тысяч контрактов в пассижке, вы не можете поставить их в стакан, но вас будут использовать как торговый алгоритм на отскок. Кинете их по рынку, что вы сделаете? Вы размашите свою цену, но вам нужно этот объем в рынок завести. Вопрос, в каком месте на рынке можно завести незаметно крупные объемы? За любым V-образным уровнем есть стоп-лоссы, в данном случае шартистов, и ордера на открытие buy, те, кто заходит на пробой, это и есть ликвидность на рынке за уровнями. То есть любой трейдер, который торгует давно, ну или видит биржевую книгу, он даст эту информацию, он понимает, что максимальное количество ордеров, накопленных в одну сторону, за V-образными уровнями. Вот и что значит? Когда цена этот уровень прокалывает, называется триггернули ордера. То есть они все одновременно сработали. Они все сработали в этом случае, ну, на покупку buy. Что делает крупный участник? Ему просто нужно подставить свои шартовые лимитки, ну как бы всем этим покупателям одномоментно, вот на этой свече, отдать свой объем, все, что ему нужно сделать и все. Вам дали ссылку на тестопал Алексей Тимофеев. У него есть прям такой большой урок, как крупный участник метелочкой подгребает участников к пробою, чтобы не поверили в пробой. Потом, когда они в пробой заходят, он подставляет свой совок, который, ну как бы в себя забирает их объем, и потом на этих же стопах этих же участников тащится в противоположную сторону. То есть и потом картинка повторяется. Ну давайте даже я расскажу, у меня была такая упрощенная торговая стратегия, называлась точки 5, 6, 7. Они были связаны с самой главной. Пробой должен был происходить максимума или минимума дня. То есть уровень должен быть значимый, который видят все. Чем уровень более значимый, тем на нем больше ступлосов. Дальше было все просто. Уровень пробивается, если мы видим объем выше среднего, ну там в 3 раза. Раньше это было 15 тысяч на минуту. То мы просто входим тупо против движения. Потому что обычно раз, два, обратное движение. Если пробой происходит, такого объема нету, то мы ничего не делаем. Ну и в дополнение это, конечно, в кластерах объем сверху, либо в кластерах объем снизу. Обычно как происходило. Если объем сверху, индикаторе волума огромный объем. Если объем снизу, то объем обычный. Ну там может чуть выше среднего быть. Тогда происходит откат в уровень и движение уходит дальше. Все думают, как лучше зарабатывать и продумать торговые стратегии. А я беру просто и начинаю отсекать из торговли все, что у меня отнимает деньги. Вот торговля после 16.30, она отнимает деньги по статистике. И можно, конечно, ее торговать научиться. Можно ее просто нахрен от нее отказаться. Ну то есть все, что отнимает деньги, вы должны все выкидывать. Вот я не люблю торговать РТС, хотя на нем торговать учился, торгую его хорошо. И Сбербанк. Потому что РТС и Сбербанк у меня отбирают деньги. Они могут мне деньги давать, 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 а потом берут и забирают все обратно с процентами. Общерленок очень интересный. Мы его изучаем, изучаем. Мне очень нравится. Опять же, мне нравится изучать простые вещи. Все эти сложности мне очень тяжело воспринимать.